наш браслет готов такая у него красивая золотистая изнанка сейчас я его закреплю так смотрится застежка мы можем поправить кружево так как мы его мяли крутили вертели такая вот у нас застежка теперь я немного покажу как он смотрится вот такой очень нежный немного винтажный браслет у нас получился всем привет с вами лидия сапронова хочу сказать что этот мастер-класс для меня особенный поскольку обычно мы снимаем мастер-классы по уже готовому украшению то есть я сначала продумываю изделие да и так там брошь серьги возможно либо какое-то другое украшение и мы снимаем уже повтор готового украшения а в этот же раз мы снимаем мастер-класс экспромтом так сказать у меня есть такая коробочка идей как у любого мастера наверняка в которой я храню складываю идеи в одном из пакетов идей у меня лежала вот такая вот заготовка для браслета то есть здесь вырезана кожа такой волнообразной формы длиной 16 сантиметров шириной примерно 3 сантиметра и к ней уже приклеен фетр здесь у меня моделируемый фетр немецкие фирмы райхер белого цвета определены центральной линии вот и также уже вырезана задняя часть браслета из кожи но она ничем не проклеена просто это вот такой вот кусочек такой задник для браслета также здесь кружево она очень красиво на сетке вот так вот немного тянется ширина примерно 3 сантиметра и конечно лежали вот такие вот кристаллы сваровский 14 на 10 миллиметров такого красивого зеленого цвета пацифика пол уже в оправе как видно я здесь уже пришила для пришила кристаллы для серию я планировала сделать браслет и к нему сделать серьги но об этом следующем видео а сейчас мы будем делать браслет я не знаю что у меня получится какой браслет будет в итоге но я собрала такую небольшую кучу материалов возможно не все они будут использоваться какие-то будут удаляться возможно что-то я внесу в момент в процессе работы и поговорим о том что у меня здесь собралось какая куча меня собрала здесь из бисера здесь у меня два цвета золотистый такой вот мятный цвет это это чешский бисер два зеленых это бисер туха вот эта линейка бисера миюки также миюки опаловые оттенки кристаллы шатон монтиз 4 миллиметра здесь цвет light туркиос и розовый опаловый также и жемчуга вот такой вот зеленый зеленый сваровский это 8 миллиметров два жемчуга 6 миллиметров такой золотистый 4 миллиметра из биконусов rose gold light туркиос astral pink не знаю пригодится или нет и вот такой вот серый light grey опаловый такая застежка на две нити вышивать буду нитью нимо белого цвета размер ооо где-то в одно сложение где-то в два сложения ну и мои любимые иголочки хэмлайн примерив браслет на руку я все-таки решаю что мне нравится более плотная посадка срежу с краев по два миллиметра с этой стороны и с другой так у нас лучше будет смотреться застежка то есть вот она вот такая застежка на две нити да мы ее так пришью что смотреться быть более органично и теперь будем пришивать кружевом так как ширина браслета не очень большая то я думаю что вот эту вот часть сетки можно будет срезать для того чтобы не создавать лишнего объема на самом браслете я вот так вот срежу ее какую-то часть не задевая самой вышивки срежу сеточку и буду потом срезать по ходу пришивать начну с с конца скорее всего на нити у меня уже есть узелок пришивать буду одинарной нитью крепим нить делаем несколько стежков все нить закреплена она у нас никуда не денется скажу еще раз что это просто фетр приклеенный обычным клеем он немного отходит но это не страшно поскольку мы будем здесь все пришивать его можно просто прихватить вот так вот ровно дать ему высохнуть клеила обычным клеем момент универсально прозрачным нить закреплена и начинаем пришивать кружевом делаем такой небольшой перепуск то есть подворачиваем кружево прикладываем отступлю примерно 5 миллиметров так чтобы кружева отходила по высоте от кожи примерно на пару миллиметров ну вот так пришивать будем не в натяжку а наоборот немного собираясь его присобрать потому как браслет он оденется на руку и кружева натянется для этого мы делаем такой вот небольшой совсем небольшой припуск так пришиваем одинарной нитью так чтобы наши стежки были не очень заметно вводим иголочку подтягиваем стежки делаем небольшие около одного миллиметра пришиваем примерно отступив 5 миллиметров от края браслета пришиваем кружева присобираем его немного потому что видно браслет будет облегать руку кружева натянется чтобы не было такого эффекта натянуть натянутости мы немного даем слабину или припуск кружеву мы не стараемся его намертво пришить поскольку сверху будем пришивать щекот сталы биконусы возможно где-то поместится и бисер поэтому мы его прихватываем примерно через один сантиметр пришиваем местах где сеточка вот так здесь попал на цветочек но из-за того что стежок мелкий и он не будет видно совсем подтягиваем здесь у меня центр браслета и я решаю что вот этот элемент должен находиться в центре значит я так как здесь уже немножко пришила сделаю здесь припуск побольше то есть вот так примерно можно мне расположить его здесь то есть в длину браслета поместится у меня как раз три мотива цветочка с одной стороны кружева пришита так сейчас выглядит наш браслет вот здесь я кружева отрезала и также подвернула чтобы был аккуратный срез с этой стороны будем пришивать также кружева то есть поместится также три цветочных мотива подгибаем его кружева подгибаем отодвигаем уже пришитое кружева и чтобы она нам не мешала мы можем его вот так отодвинуть и приколоть иголочками аккуратно чтобы его не испортить прикалываем и пришиваем смотрим за тем чтобы элементы были пришиты напротив друг друга кружева с двух сторон пришита и теперь мы будем украшать наш браслет по центру я планировала пришить кристалл либо вертикально или горизонтально пока еще не решилась как оставлю так посмотрим дальше так как вот здесь вот участок без зеленого цвета сюда наверно пришьем жемчуг сваровский 8 миллиметров цвет называется джейд можно пришивать жемчуг и кристаллы внутри кружева до либо располагать как-то поверх как здесь здесь такая вот творческая задумка как больше нравится можно их как бы завуалировать можно наоборот открыть так зеленого цвета пока достаточно внесем другой цвет здесь жемчуг 6 миллиметров росголд наверно располагаться он будет около кристалла как-то так есть такие розовые шатоны интересно как они будут смотреться можно ли их расположить будет поверх уже кружева сейчас мы с вами посмотрим это по ходу как это все будет выглядеть жемчуг можно здесь расположить биконус и здесь красиво смотрится именно поверх кружева в общем как то так но начнем будем пришивать кристалл сваровский центральный я наверно расположу его все же вертикально там вертикально убираем пока наши красивости для того чтобы пришить его ровно по центру мы обращаемся к изнанке смотрим где у нас центральная линия вот она и прокалываем фетр вместе с кожей так чтобы такой прокол образовался на лице здесь и примерно здесь здесь у нас кружева вот так прокалываю я проколола здесь и здесь видны проколы именно на них мы ориентируемся пришивая наш кристалл с полагаем придерживаем рукой пришиваем здесь двойной нитью чтобы делать меньше стежков выводим на лицо проходим через оправу вот так и пришиваем подтягиваем поправляем кристалл и пришиваем через другие отверстия нить двойная и поэтому двух стежков будет достаточно то есть нужно пройтись здесь два раза и здесь два раза кристалл пришит теперь мы обращаем внимание на окружу вокруг него здесь можно поступить несколькими способами можно кристалл немножко прикрыть да мы можем его завуалировать с одной стороны с другой стороны кружево пришить вокруг вот так да но это смотрится немного грубовато можно здесь срезать лишнее кружево я думаю что страшного не будет а с одной стороны оставить прикрыть и вот так либо так как вам больше понравится я наверное немного его завуалирую вот так он будет немножко наискай сок и просто мы берем и это кружево фиксируем в таком положении как как вам больше понравится мы выводим иголочку делаем небольшой один стежок один или два так чтобы немножко приход прихватить кружево такой также миллиметровый стежок очень маленький так чтобы не так чтобы его не было видно вот так с одной стороны и с другой тут уже можно действовать по вкусу кружева будет само задавать рисунок и объем здесь я пока оставлю возможно срежу либо подверну и так можно завуалировать оправу ну как-то так это сейчас такая мысль я пока оставлю дальше буду пришивать здесь и здесь жемчуг 8 миллиметров пришивать его буду также двумя стежками здесь я не стремлюсь к особенно симметрия не вымеряю расстояние можно конечно померить расстояние но я делаю примерно на глаз здесь также чтобы ориентироваться на центральную линию прокалываю прокалываю и вот она у нас есть центральная точка подтягиваем жемчуг стараемся расположить так чтобы отверстие было параллельно самой вышивки здесь можно сделать больше стежков не 23 например если первый стежок был по центру то второй стежок можно сделать правее от центрального для того чтобы жемчуг не крутился хорошенько подтягиваем нить жемчуг пришить не болтается не кружится не крутится вокруг себя и теперь мне захотелось здесь вот пришить шатоны swarovski то есть мы пришивать будем выводим тоже выводим в ту же точку иглу пришивать здесь я буду розовые шатоны он имеет тоже четыре отверстия и пришиваю так как низ двойная пришиваю одним стежком хорошенько подтянем вот что у нас получается с этой стороны джемчуга тоже пришью шатончик и далее с этой стороны сделаю также здесь около кристалла пришила жемчужинки рост гол 6 миллиметров сначала мы заполним все что хотим пришить внутри там внутри кружева а потом перейдем к внешней так сказать отделке здесь также можно располагаться и пик конусы то есть в хаотичном порядке как как понравится здесь я буду пришивать уже не не ориентируясь на центральную линию например я пришлю здесь вот такой вот биконус роз голд также пришиваем вместе шками хорошенько подтягиваем нить можно после каждого пришивания бусинок делать закрепку на изнанке но так как я сильно подтягиваю и вышиваю в одном месте я не делаю закрепок так здесь такой биконус жалоб здесь я пришлю light grey опал пришьем его в другую сторону здесь смотрим так чтобы то есть здесь пришиваем бусинки по такому принципу сначала самые большие но здесь мы пришли кристалл потом большие жемчужины и дальше пошли пришивать более мелкие того чтобы уместить все то есть такой принцип от большего к меньшему пришили большие потом пришиваем маленькие также можно пришить жемчуг и уже потом внутри пришивать бисер который вам понравится я тоже буду пришивать бисера но пока не знаю какой наверное где-то точечно так чтобы и сильно не утяжелять наш браслет на чтобы все смотрелось аккуратно вот таким образом внутри кружева по всему браслету разбросаем биконусы и где-то жемчуг около зеленой жемчужины вышла бисером серым опаловым 11 размера для этого мы выводим иглу около жемчуга вот так набираем одну бисерину и пришиваем здесь бисеринки пришиваются отверстиями то есть их отверстия привлекают к жемчугу снова выводим около жемчуга набираем одну бисеринку пришиваем рядом с первой подтягиваем так вышли вокруг снова выводим иголочку около жемчуга набираем бисеринку и пришиваем подтягиваем так бисеринки ложатся то есть отверстия должны смотреть в сторону жемчуга вот таким образом также здесь пришиты биконусы жемчуг и здесь я добавила бисеринку на ножки так сказать на ножки покажу как это делается мы набираем мы прокалываем конечно нашу основу набираем одну бисеринку здесь у меня чешский 10 размера набираем одну бисеринку 10 размера и пятнашку миокки то есть 15 размер и входим иголочкой в бисеринку 10 размера то есть вот так подтягиваем вот так встанут бисеринки подтянули и пришиваем кое-где здесь стараемся не загружать внутреннюю часть поскольку я планирую украсить еще и поверх кружева внутри браслета то есть под кружевом вот такая вышивка так пришиты биконусы жемчуг бисер и здесь я закончу с вышивкой внутри у нас закончена дальше будем пришивать сверху то есть украшать сверху кружева я подумала и все-таки решила что без пайеток мне не обойтись я очень люблю пайетки и наверное вот в некоторых местах пришью здесь пайетки подобрала такие пайетки здесь все пайетки 3 мм плоские бежево-бирюзово-золотого и немножко розоватого цвета не знаю какие понадобятся просто я немножко насыплю каждого цвета и буду пришивать начинать буду от центра и идти в стороны ввожу иголочку поверх кружева набираю одну пайетку вот я набрала такую бежевую и вхожу практически в то же место откуда вышла иголочка очень аккуратно не спеша подтягиваем она может стоять она может лечь то есть пайетка может вести себя как угодно как ей вздумается в принципе то есть я пришиваю просто хаотично по одной здесь одну пришью обращаю внимание что пришивая пайетки мы этим самым фиксируем кружева то есть мы можем благодаря пайетке зафиксировать кружева нашими стежками опять выводим иголочку здесь я зафиксирую зафиксирую его так наберу одну пайетку и выведу практически там же где и вышла ниточка подтягиваю вот таким образом можно пришивать их часто можно не очень часто если захочется можно пришить еще какой-то бисер вот я например выбрал очень очень много бисера думала что будет все в бисере оказалось нет оказалось захотелось пайеток вот так и происходит ты набираешь много-много материалов а в итоге используешь далеко не все подтягиваю вот так вот в каких-то местах мы можем кружеву так вот присобрать открыть да чтобы видно было что у нас там внутри либо наоборот прикрыть побольше на данном этапе я пока пришивать буду пайетки по всему браслету на этом вышивка браслета завершена обращаю ваше внимание что кроме пайеток в разных местах я пришила 11 размера бисер такого сиренево опалового цвета мне показалось что с ним браслет будет живее интересней захотелось принести еще какой-то цвет а также сверху зигзагом я пришила то есть форме зигзага вот так вот произвольно совершенно произвольно пришила шатон монтист 4 миллиметра так живо и фактурно у нас получилось теперь мы будем проклеивать браслет то есть нашу основу бумагой это уплотнит браслет и также скроет узелки нити которую я вышивала я не отрезала пока оставила для того чтобы проклеить бумагой переносим форму браслета на бумагу просто его обводим либо пользуемся тем шаблоном по которому вырезали саму основу для вышивки то есть кожу и фетр так как шаблон у меня не сохранился я обвожу здесь обводим контур дальше внутрь рисуем контур на 2 миллиметра меньше и вырезаем меньшего размера после чего наносим клей я использую момент универсальный кристалл прозрачный наносим клей и проклеиваем бумагой даем пару минут высохнуть берем кожу для изнанки она у меня была уже готова заранее то есть я начинаю этот браслет уже вырезала два одинаковых таких кусочка один стал лицом а другая изнанка и также проклеиваем приклеиваем даем высохнуть минут 15-20 у меня все подсохло кожа приклеена хочу отметить что сохло у меня все в таком положении то есть я приклеила и положила так чтобы кожа сильно не бугрилась далее нить я вывела в это место то есть в самый срез где будем пришивать застежку хорошо если нить здесь будет длинная так как она нам понадобится дальше для заделки края располагаем одну часть застежки под фетром между кожей и пришиваем несколькими стежками то есть проходим иглой все наши слои застежки на самом деле поднимаем грибок на паспорте на самом деле мы как-то что-то пришиваем здесь конечно здесь также двумя-тремя стежками чтобы нити не было видно на изнанке мы нить проведем через основу то есть выведем вот так просто углубим то есть спрячем ее в основе и дальше выведем там где нам нужно вот в этом месте вывели нить поправили замок и пришиваем вытягиваем подтянули замочек хорошо сидит выводим иглу также внутрь фетр вот что мы имеем далее переходим к заделочному шву чтобы закрепить нить в самом уголке делаем стежок прокалываем все свои оставляем петельку и входим в нее нить подтягивая так не закреплена будем заделывать край американским способом сначала мы набираем на нить две бисеринки здесь у меня бисер одиннадцатого размера чешский такого мятного цвета отступаем расстояние равной примерно этим двум бисеринам и входим иглой во второе вот так подтягиваем бисеринка при этом ложится отверстием вверх далее мы всегда набираем по одной бисеринке снова набираем одну отступаем расстояние рам на этой бисеринке прокалываем все слои подтягиваем и входим иглой в эту бисерину справа налево вот так подтягиваем снова набираем одну входим в эту бисеринку справа налево подтягиваем так бисеринки ложатся так будем шить по этой стороне до этого среза после чего также будем вставлять вторую часть застежки застежки на данном этапе браслет у нас выглядит так с одной стороны мы пришли застежку заделали край с одной стороны дошли до этого края пришли вторую часть застежки и заделали край с этой стороны сейчас нить у меня выходит из бисеринки то есть отверстие смотрит вверх и мы теперь будем обшивать край или заделывать край около застежки для этого мы закрепим нашу нить снова то есть вводим иглу вот в это же самое отверстие ну или отступив от края примерно 2 миллиметра и подтянем подтянули зафиксировали нить набираем одну бисеринку шевать здесь небольшой кусочек будем так называемым русским способом набираем одну бисеринку отступаем расстояние равное этой бисеринке то есть мы прокалываем два слоя подтягиваем нить видите я обогнула сам замочек бисеринка останется слева здесь я вывела небольшую петельку и вхожу иголочкой в эту петельку вот так хорошенько подтягиваем здесь у меня немного шатается застежка но сейчас с помощью этого шва я ее зафиксирую снова набираем одну бисеринку прокалываем снова два слоя сейчас у меня игла прошла сквозь отверстие застежки замочка я ее вывожу обратно через это же отверстие так немного ослабляю натяжение бисеринка останется слева и пройду иголочкой в эту петельку снова подтягиваю здесь можно хорошенько потянуть набираем одну бисеринку проходим также два слоя здесь игла может попасть как и в отверстие замка так и около него как у вас получится у меня стежок пришелся между двумя отверстиями от замка вывожу иголочку опять на лицо ослабляя натяжение бисеринка останется слева и пройду через эту петельку подтягиваем набираем одну бисеринку прокалываем два слоя здесь у меня игла пройдет через отверстие замка подтягиваем выводим обратно иглу на лицо через отверстие замка немного ослабим эту петельку и пройдем через нее также бисеринка останется слева подтягиваем возможно вам этот способ знаком таким способом я часто заделываю свой край единственная сложность здесь может быть наличие замка на самом деле мы его просто игнорируем мы берем бисеринку также прокалываем два слоя здесь игла может пройти как и через отверстие замка так и около него здесь у меня игла пройдет около этого замка наша задача здесь просто бисер оставить на лицевой стороне чтобы прикрыть наши стежки также я перевожу иглу на лицо здесь петелька бисеринка останется слева а иголочка пройдем через эту петельку подтянем вот таким вот образом снова набираем бисеринку проходим два слоя на лицевой стороне и на лицевой стороне и на лицевой стороне ослабляем натяжение бисеринка останется слева и проходим через эту петельку подтягиваем вот так элегантно мы прикрыли наш срез около замочка далее мы будем украшать сам заделочный шов так как здесь бисеринки смотрят отверстием вверх то мы входим в первую ближайшую бисеринку подтягиваем нить здесь можно посмотреть что у нас получилось на изнанке просто стежки с этой стороны стежки видны но это не так страшно так как это изнанка а с этой стороны у нас все очень даже прилично и теперь украшаем наш шов вывели нить из первой бисеринки набираем 3 бисеринки 15 размера здесь у меня миюки такого цвета серебристого 4201 набираем 3 и входим в бисеринку вторую вот так поправляем подтягиваем нить и вот они встают вот таким треугольничком дальше выводим нить из соседней бисеринки уже вверх снова набираем 3 бисеринки и входим в соседнюю вот таким вот образом хорошенько подтянем выводим иголочку в соседнюю бисеринку снова набираем 3 бисеринки и входим в соседнюю таким образом мы будем пришивать по 3 бисеринки по всей этой стороне браслета дойдя до этой застежки заделываем край около застежки как мы сделали здесь ну и соответственно украшаем эту сторону браслета также серебристым бисером по всей длине повсюду сверху я прошлась таким вот серебристым бисером набираем по 3 штучки вот так это выглядит достаточно красиво ажурно и очень сюда я думаю подходит поскольку кружево оно такое все таки кружево и немного сделали кружево из бисера вокруг браслета теперь мы будем прятать нашу нить здесь я вывела иголочку в этот ряд около застежки здесь можно сделать несколько узелков то есть мы провели иголку через пару бисеринок цепляемся иглой за нить который мы шили накидываем пару стежков или пару петелек просто подтягиваем то есть мы сделали обычные узелки проходимся снова через 2 или 3 бисеринки пусть у меня будет 3 бисеринки аккуратно подтягиваем ниточку и узелок спрячется в бисеринке его видно не будет снова цепляемся за стежок делаем пару петелек аккуратно подтягиваем получаем узелок снова проходим через бисеринку и подтягиваем нить подтянем сильно для того чтобы узелок спрятался в бисеринку то есть мы его подтягиваем и узел прячется в бисеринку нить закреплена и теперь мы можем так сказать ее прятать мы не будем прямо здесь ее отрезать мы пройдемся по заделочному шву то есть мы выводим иголочку в самую первую бисеринку можем пройтись через эти три подтягиваем проходимся по тому же шву или по тому же пути и и и и и можно так идти и повторять на шов сколько угодно насколько позволяет ваша нить ну можно еще пройтись по двум-трем мостикам и нить уже можно будет смело отрезать хочу сказать что мы сделали там узлы они у нас спрятаны здесь мы для уверенности проходимся через бисеринки для меня просто важно чтобы нить была хорошо закреплена весь служил долго я очень тщательно прячу нити креплю их вот вводим иголочку через бисеринку десятого размера вот здесь я ее подтягиваю и с натяжением придерживаю и отрезаю если нить не ковырять и не стараться порвать то конечно все будет держаться очень хорошо наш браслет готов такая у него красивая золотистая изнанка сейчас я его закреплю так смотрится застежка мы можем поправить кружево так как мы его мяли крутили вертели вот такая вот у нас застежка теперь я немного покажу как он смотрится вот такой очень нежный немного винтажный браслет у нас получился надеюсь вам было все понятно и интересно и увлекательно вместе со мной спасибо за внимание и до новых встреч в мастер-классах прошу следующий год Продолжение следует...